Один планшет вместо десятка книг российские школьники начали получать знания через гаджеты. С этого года каждый издаваемый в России учебник обязан иметь три версии – бумажную, электронную и руководство пользования аналогом. Елена Медведик о школьных нововведениях. Электронный учебник уже не новшество, а реальность этого года. Пособия должны быть максимально удобными для детей и простыми для учителей. Непременные условия – экспертиза. Еще одно – каждый учебник должен полностью соответствовать бумажному аналогу. Какую форму учебника используются – электронную, бумажную или ответные времена – решает, прежде всего, сама школа, сам ученик и сам родитель. Это обязательство является для издательства, для наших учителей и учеников за дополнительные возможности. Электронные учебники работают в трех наиболее распространенных операционных системах – Windows, iOS, Android. Специальная программа блокирует сторонние приложения. Выход в интернет – табу. Электронные версии можно установить на любое устройство – компьютер, планшет, смартфон. В городском отделе образования уверяют – родители избавят от лишних трат. Приобретают учреждения, но с родителями согласованы обязательно. Это могут быть средства привлеченные, это могут быть средства, которые выделяются на учебники. Школа несет ответственность, а не только сама лично родитель. И для того, чтобы школа, по крайней мере, обеспечивала достойное образование и качественное образование, и, естественно, это было, скажем, по медицинским показателям, чтобы совпадало, разрешаемость должна быть очень хорошей. Пока школьники воспринимают гаджеты как средство развлечения, но электронный учебник призван научить детей искать, анализировать, обрабатывать и успешно использовать информацию. С помощью своих устройств дети могут выполнять тесты, просматривать схемы, получать домашние задания и отправлять их педагогу. Действительно должна быть проведена такая работа, чтобы и нам, как руководителям, знать, как правильно себя вести и всю вот эту нормативную базу, которая должна быть, для того, чтобы правильно перейти на электронные учебники. И родители, и государство, и дети были готовы к этому. Электронные учебники могут быть синхронизированы с доской и обычным проектором. В устройствах есть надстройки, перекрестные ссылки, мультимедиа. Кроме того, можно загрузить словари, энциклопедии, хрестоматии. Мы уже подготовили, практически оцифровали все книги, которые необходимы и важны сегодня в учебном процессе, в первую очередь учебном процессе в школах и высших учебных заведениях. Часть книг мы уже безвозмездно передали в свободное пользование для учебных заведений нашей области. Родители боятся, что гаджеты навредят здоровью детей. Педагоги уверяют, важно соблюдать строгий регламент СанПИНА. А дети рады. Теперь и учеба в удовольствие, и можно обойтись без неподъемного портфеля. Елена Медведик, Олег Сурков, Новости ОТС.